Четвертая Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы к лечению острого коронарного синдрома» при поддержке европейской инициативы Stand for Life проходила в Москве 26 и 27 октября. Инициатива Stand for Life – проект, направленный на снижение смертности от острого коронарного синдрома и совершенствование оказания неотложной медицинской помощи больным. Проект начался в 2008 году в результате совместной работы Европейского общества кардиологов, Европейской ассоциации через кожных кардиоваскулярных вмешательств и Европейской медико-технологической ассоциации «Еукомед». Выступления главных специалистов на четвертой конференции продемонстрировали успешное продвижение инициативы в России, что наглядно выразилось в цифрах за последний год. Раньше, если мы брали европейские слайды по количеству кожных коронарных вмешательств, которые производятся в мире, наш отдых не отрывался от России. Абсцисс его практически не было видно. А сейчас меньше, чем нужно, но уже заметно. Около 50% потребностей удовлетворяется. А в ряде регионов, например, в Москве цифры превосходят самые лучшие европейские цифры, такие же, как в Чехии, Польше, которые являются европейскими лидерами в области коронарной ангиопластики при остром инфаркте, мне кажется, подъемом сегмента О важности проходившего в Москве мероприятия каналу 1МедТВ рассказала Сюзанна Кайфозова. Сегодня врачи всей России, а также ряд зарубежных коллег встретились для того, чтобы все-таки понять, какие методы лечения этого чрезвычайно опасного заболевания наиболее подходят. Это кардиохирурги, интервенционные хирурги, много самых различных других специальностей. Основная цель этой конференции понять, насколько можно сохранить максимальное количество жизни. Основным методом лечения больных с острым инфарктом миокарда сегодня является операция стентирования коронарных сосудов. И это одна из главных технологий, которая позволяет снизить летальность в большом масштабе. Вовремя надо пациента доставить в специализированный центр, идеально в ближайшие 2-3 часа начального приступа, в специализированный центр, где ему в экстренном порядке выполняется исследование и выполняется операция по открытию сосуда, которая закрывается, которая является причиной, приводящей к инфаркту миокарда. Открывается этот сосуд. Благодаря этим стентам восстанавливаются кровотоки. Конечно, выживаемость наших пациентов при выполнении стентирования колоссальная. Очень высокая. Сегодня 5% только умирают больных. Без оказания этой помощи умирало 20-22%. Вот одно из таких главных достижений. Сегодня в нашей стране мы в 2015 году выполнили таких операций. Почти 100 тысяч больных с инфарктом миокарда подвергалось стентированию коронарных сосудов. Важным препятствием для того, чтобы уровень операций при остром коронарном синдроме соответствовал европейским стандартам, являются бюджетные ограничения. 80% затрат на операцию составляют стенты, стоимость стентов. Поскольку мы производитель стентов, мы готовы свой вклад сделать в общее дело в увеличении количества операций при УКС. 21 июля 2016 года состоялось расширенное заседание наблюдательного совета агентства стратегических инициатив с участием Владимира Владимировича Путина, где была обозначена как основная цель для лечения этого рода заболеваний – обеспечить конкурентный доступ для всех российских производителей к рынку расходных материалов, к рынку стентов и катетеров. 855-е постановление распоряжения правительства о том, что назначен единственный поставщик, оно распространяется только на стенты с нерассасывающимся полимером. Продукция очень многих других производителей, она является стентами следующего поколения со стентами с рассасывающимся полимером, на которые 855-е постановление не распространяется. Поэтому очень большое поле для сотрудничества, для того, чтобы инновации пришли в каждую российскую клинику. На конференции врачи из всех регионов России имеют возможность ознакомиться со всеми новинками технологий, что позволит им увеличить количество операций и, следовательно, число спасенных жизней. Наряду с массовым производством стентов, отечественные производители выпускают индивидуальные подарочные экземпляры для врачей. Стент, на котором сделана гравировка, фамилия врачей, с которым мы работаем, уважаем, которые двигают нашу науку, поддерживают отечественные производители и изучают применение нашей продукции отечественной в современной медицине. Соответственно, такой подарочный стент для врача. Напоминание о том, что компания Геолайн – это современные стенты последнего поколения. 2016 год ознаменовался для российских специалистов подписанием декларации о готовности России внедрять принципы инициативы Stand for Life в стране.